всем привет друзья с вами дима one point а это nintendo switch и у меня есть целых пять причин почему стоит приобрести эту консоль до обзоров на эту консоль уже вышло большое количество но я хочу поделиться именно личными наблюдениями ведь посмотрев множество видео об этой консоли меня сложилось впечатление что некоторые обзорщики вообще не понимают для чего эта консоль тем самом водили заблуждение большую часть аудитории которая ни разу не жалую в руках свеч я же на это все смотрел поглядывая на свою нитендо вей которая со мной с 2009 года и понимал что люди несут иногда такой привет поэтому еще до старта продаж я хотел себе эту консоль абсолютно забивая на мнение других людей в интернете и вот почему понятно это будет снова рекламное видео даже без минусов в общем заслужил диза так что подожди я знаю как это выглядит но это видео наконец-то может поставить точки в выборе свеча ну или чего-то другого ведь я переиграл в целую тону консолей и от нинтендо тоже поэтому посмотри пожалуйста до конца а потом уже суди думаю почти всем понятно что нинтендо свитч это не стационарная как ps4 или xbox one консоль да и не портативная как например та же 3ds или же канавшая в лету вита это все вместе причем работает это дело превосходно почему меня это так зацепило все очень просто меня бесит играть мобильные игры мне не хватает их масштаба а также управление на экране нет уж это не для меня стопер криворукий мне очень понравилась идея свию где контроллер как отдельный планшет но к сожалению выйти куда-то на улицу и продолжить игру на нем уже нельзя поэтому когда появилась первая инфа о свече я воодушевился а теперь когда у меня в руках есть эта консоль я понимаю как шикарно тут воплотили эту фишку вот ты сидишь и играешь портативном режиме но надоело и хочется поиграть на телеке либо ты вернулся домой с улицы просто снимаешь джойконы легким движением ставишь главную часть в док станцию и вуаля изображение появляется через считанные секунды на телевизоре вставил джойконы в держатель вот теперь у тебя стационарная консоль кстати продержатель частенько говорили что на нем неудобно играть я тоже так думал но сейчас уже нет в моих руках среднего размера все ок я специально играл на нем без передышки часов шесть и руки не уставали так что не отращивайте огромные ладони и будет все замечательно на самом деле никто особо не выделяет но для меня это было важно дело в том что бывают ситуации когда приходят в гости друзья или родственники и когда эти родственники или друзья приходят то было бы неплохо их чем-то занять но даже несмотря на то что у меня огромная куча консолей по два геймпада есть не на каждый а покупать конечно же лень либо жадность поэтому switch меня сразу подкупил своим разделением джойконов зарегистрировал их по отдельности и вот считаю тебя уже два геймпада при этом ничего покупать не надо все уже в комплекте так можно быстро зарубиться с друзьями при этом даже не обязательно брать с собой док-станцию чтобы вывести изображение на телевизор это можно сделать где угодно благодаря подставке у главной части консоли и да эта гибридность просто чудо ведь это очень простой и быстрый формат в моем случае даже моя девушка более охотно играет именно на свече правда тут способствует большей степени следующая причина да игры на свече говно ну все ты меня достал имей совесть уважать других людей в интернете продолжим в общем игры на свече во многом необычные для среднестатистического геймера и это нормально такое уже достаточно давно я же много времени провел за нинтендо вии и знаю о чем говорю но есть в этих играх очень приятные штуки у них небольшой порог вхождения то есть люди не имеющие большой игровой опыт могут легко начать играть практически любую игру от внутренних студий нинтендо да и не только о чем я говорю когда я играю с девушкой например в гонке то логично что выигрываю я ведь я постоянно играю в гонке и у меня есть в этом опыт можно конечно поддаваться но вряд ли кто это оценит возьмем примеру файтинг тут у нас шансы уже более равные но поскольку я в детстве рубился в драке с друзьями на всяких игровых автоматах и других консолях то здесь тоже победа за мной правда иногда она может победить методом долбления по всем кнопкам но такое работает не во всех файтингах с играми на свече по-другому здесь опыт не решает все во многих играх идет упор на реакцию или даже просто на везение такие игры легче затащите друзей или девушку кстати скоро 8 марта может быть ваша дама оценит такой подарок главное правильно преподнести многие это называют детской сложностью или казуальщины и так далее но я бы так это не назвал да тут есть некоторые игры для детей как например и ёши crafted вол но есть игры которые выглядят не совсем взросло если можно так сказать но при этом играются просто превосходно затягивая тебя на долгие часы и в данном случае я говорю про the legend of zelda breeze of the wild огромный мир отличный сюжет и множество всяких плюшек после этой игры мне реализм red dead redemption 2 окажется детским садом долго рассказывать про это не буду но тот кто играл тот поймет но тем не менее здесь есть игры по хардкорнее dark souls assassin скоро будет диабло и так далее а тех кто не совсем компанийский или не семейный человек точно не забывают при этом нереально круто запустить какую-нибудь элей нуар ну да графически даунгрейженную но при этом в портативном режиме а это значит можно играть где угодно малей нуар от rockstar это ж пушка поиграв в эксклюзивные игры для switch такие как различные марио игры и покемоны я понял что главное не графическая составляющая а геймплей многие игры на этой платформе дружелюбны и одаривают геймера множеством окон с подсказками причем эта тенденция наблюдается даже в самой системе нинтендо все время удавалось сделать интерфейс для своих консолей такой чтобы это не лагало на любом железе меня просто поражало всегда и switch не исключение пользуясь оболочкой системы то чувствуешь ее легкость игра сворачивается и разворачивается быстро и без лагов любые переходы по меню плавные каждая иконка главного экрана на своем месте и показывает ровно то что должна если посылаешь консоль спящий режим она быстро из него выходит и ты уже через две секунды в игре вдоволь наобщавшись с оболочками ps4 и xbox one такой подход для меня как глоток свежего воздуха там можно легко заблудиться не поняв даже как скачать демку тут же все под рукой и интуитивно понятно и ведь управляется хорошо как с тачскрина так и с джой-конов мой низкий поклон нинтендо за проделанную работу и да это все крутится на мобильном чипе у старших если так можно выразиться консолей все более мощное и серьезно в плане начинки а интерфейс бывает лагает причем и на ps4 и на xbox one да здесь я решил выделить те вещи которые может быть кому-то и не нужны но мне показалось это очень крутыми штуками например джойконы имеют шикарную мягкую вибрацию и кучу датчиков благодаря им мы можем играть совершенно различные в управление игры это хорошо показано в игре one to switch который является больше набором party игр также я это все хорошо почувствовал в игре arms где каждым джой-коном мы управляем отдельной рукой персонажа и таких фишек очень много везде например в зельде можно целиться с помощью гироскопа в skyrimi устраивать рубилова на мечах и так далее несомненно со стороны это выглядит странно но тем не менее поражаешься тому как они это запихнули в такие маленькие штучки ну и конечно амибо это фигурки но не простые они дают нам различные плюшки в играх на него вообще открывают новых персонажей и такая небольшая заманиловка для коллекционеров и любителей фигурок я же сам люблю фигурки но не являюсь ярым коллекционером но фишка с интерактивностью мне очень нравится так например я собрал достаточно много фигурок disney infinity потому что каждый из них это новый персонаж в игре или целый уровень поэтому логично что и различные амибо тоже придут на мои полки за получив консоль свои руки я не могу сказать что она какая-то не такая здесь множество интересных игр консоль сама по себе с крутыми фишками да есть модные вещи которые присутствуют на ps4 и xbox one например здесь можно снимать небольшие ролики и делать скриншоты нажатием одной маленькой кнопки прямо как кнопкой шея на dual shop 4 лично я считаю что консоль просто многие не понимают они требуют от нее того что изначально nintendo не давала даже своих предыдущих консолях но тем не менее те кто в теме используют свитч как основную единственной консоль и их все устраивает они всегда у всех свои я видел как многие жаловались на разрешение экрана мол 720p маловато ну а лично мне хватает тем более через док станцию уже 1080p кто-то жалуется на аккумулятор кто-то на то что консоль греется и шумит шум не замечал после достаточно долгой игры до нагрев есть некоторых играх мы например в той же зельде после 6 часов без перерыва в стационарном режиме шума вентилятора и нагрева как такового не было а аккумулятора пока хватало на все поездки тем более консоль можно всегда подзарядить от пауэрбэнка через кабель type-c короче сколько людей столько и мнений ну а я вам поведал свои пять причин для покупки свеча если вам понравилось это видео то не забываем лайк а также подписаться на канал и нажать на колокольчик всем огромное спасибо за просмотр с вами был дима one point и всем пока пока а